боже друзья что творится на улице посмотрите и небо голубое почти и снег вы природа и весь мир сошел с ума что творится что будет с нами люди помогите смотрите град какой как страшно жить всем здравствуйте дорогие друзья ну что денек отдохнул пора как бы заняться делом честно не знаю уже что снимать поэтому буду наверное чередовать может быть через день чтобы знаете не снимать только ради того чтобы снимать либо готовить и по прямой эфир хотя прямые эфиры сейчас невозможно стало проводить на ю тубе потому что он сутки ровно загружается и его не люди не видят и только спустя сутки на следующий день ты его оформляешь все это загружаешь описание делаешь в общем творится что-то непонятное во всем мире и в ю тубе тоже не исключение вы знаете прежде чем мы сейчас мы будем готовить необычное блюдо как обычно необычно как обычно кто-то мне так чавкает это у меня тоже там смотрите тоже так увлечен что и мы сейчас не до этого я на самом деле три дня назад в инстаграме выкладывал пост с видео одним парнем из донецка он сейчас живет в екатеринбурге у него проблемы серьезные со здоровьем я на самом деле забыл вам сказать спасибо огромное спасибо за то что вы отозвались очень много людей у меня даже сказал какая сумма приличная собрана и вы продолжаете слать вообще очень осторожно отношусь к таким просьбам часто обращаются люди с бога с помощью и всегда проверяю в этот раз тоже было не исключение увидел этого парня у одной певицы этери беряшвили правильно называю она знакомая ты он и я у нее увидел пост я даже не связался и все уточнил чтобы найти что потом не было такой ситуации к сожалению мошенников очень много но здесь проверенная история действительно парня очень тяжело болен одной ноги уже нету и вот пытается спасти вторую собирает деньги на операцию спасибо вам сильно огромное спасибо в общем ну и раз такое дело пошло вы знаете что-то в этом сидя на карантине хочется помогать хочется съездил к этому сергею волонтеру кстати если у вас какие то есть может быть нужные ведь ненужные вещи которые можете отдать можете мне писать и вот как немножко полегче будет с выездом город я могу забирать и тоже передавать вот ну канал слова пацана уже принципе на моем канале не нуждаясь в рекламе и тут после очередного видео его последнего на этой неделе он порекомендовал один канал тоже очень вот все таки его канал на самом деле вдохновляет людей потому что столько уже каналов таких этой вася на сене этой сансара я знаю что они между собой все общаются и делают очень большие добрые дела реально преклоняюсь перед ними потому что но это не на не каждый на это способен это на самом деле не так легко как вы кажется как это смотрится на видео и как вы как 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 нам наверное всем кажется что типа взял просто и пошел помочь я засмотрелся вот особенно сансара последнее много пересмотрел и пересмотрел один канал называется он прошел через это издаванную по моему из донецка там знаете вот обидно вот все те которые я причислил каналы очень быстро набирают простым этих подписчиков почему-то этого канала ну вот дай бог его пропиарил сейчас рома с канала слова пацанам я тоже хочу вам порекомендовать сейчас покажу как он выглядит вот так выглядит его канал называется прошел через на самом деле здесь не очень много видео вот буквально вот столичка я пересмотрел все абсолютно все видео особенно мне потрясли истории про парня рому у него это понимаю что дцп по моему диагноз называется в общем все истории тяжелые вот один бомжу бродяге время 2 потом бомжи бомбобежище вот он буквально вчера выложил я не знаю меня все эти истории настолько вдохновляют это непростой контент тяжелый и люди без слез не могут смотреть но я всегда не знаю я восхищаюсь и меня вдохновляет и мне что-то хочется сразу делать поэтому ссылочки все как всегда оставлю внизу в описании вот ну хочется чтобы побольше было у него подписчиков потому что у него тут реально по здоровью нужно помочь и парню и бродяге и вот здесь вот бомбоубежище они живут он пообещал список целый составить в общем как он покупал одежду здесь парню подарил телефон ну тут не знаю все истории очень интересные ссылочка оставлю в описании напишите в комментариях что от меня мне будет очень приятно вот ну а мы приступаем так ну что я не знаю как это блюдо назвать но назовем доширак по богатке или доширак барвиха лухари велаж потому что это необычный доширак и мне такое ощущение что вы вряд ли его когда-то пробовали потому что здесь не нужен не просто доширак вот ведь это даже несколько видов взял мне почему-то вот вроде как доширак нужно брать но когда я увидел роллтон и такая вот лапша прям по-домашнему она мне почему-то глаз более порадовала наверное я с ней буду делать так это вам сейчас отдельно расскажу что это что нужно сыр у меня уже есть три сыра перетертых ну и добавлю как это зачем добавлю еще другого такого сыра мне нужна говядина тушенка мне нужны помидоры еще мне нужен лук да один лук вот у меня есть лук пожалуйста тоже а тебе чё нужно тебе тоже нужен был этот рецепт на самом деле я больше никогда нигде не видел и никогда его не ел а было это примерно 20 лет назад 20 лет назад это получается 2000 год ну или может быть 19 лет назад я работал у такого певца шура уже многие об этом знают и был один период после его там болезни когда мы все жили у него дома это его мама это его не отчим это просто житель мамы был и общем этот рецепт я увидел у мамы она готовила так доширак сложный доширак и мне кажется что вы вы точно такой никогда не пробовали давайте вам сейчас покажу я на самом деле вообще его не помню я примерно помню как там она последовательность но с учебы импровизировать во время приготовления несколько несколько дней назад готовил тоже штрудер по-кавказски назвал потому что вот смотрите там у меня яблоки груши творог ложка меда и все это завернуто в лаваш обмазано яйцом сделан такой рулет и в духовку ребят это вообще-то так это так вкусно ну такой ленивый штрудель по-кавказски я почему-то его назвал не знаю все что было творог яблоки порезал туда закрутил им получился хрустящий сейчас он уже правда обмяк у меня такой ну не знаю в общем все очень просто начинка вы поняли яблоки груша корица творог и мед все переключая камеру начинаем готовить окончательно буду запекать я вот в такой посуде но прежде чем мы тут все выложим слоями говядинку взял по госту можно конечно и свинину на свинину мы не едим не знаю почему я ее не ем всегда с детства вроде бы удобная вот это вот знаете была такая открывашка почему-то почему-то она не открывает короче пошла нашла родимая не помню открылась или чем непонятная ситуация нормально где-то прорезывается где-то нет ну что это за что это за браковка чем же мне открыть то теперь ну не ножиком же как в детстве консервы ножом вот вот это проверенное заново нормально резко красавица ой совсем чуть-чуть жира совсем тоненький слой но я его уберу потому что я не люблю жирное а так прям холодец сверху для начала естественно лук порежем для того чтобы его обжарить до широк для богатых название конечно где моя сковородочка красивая то что хочу бегать и чтоб покушал все уже солнце выгляну нормально а трава вся в снегу ой прям там кто-то наверху то прям чем-то сильно недоволен что происходит вчера был чистый четверг все помылись и убрались я помыл на сковородочку и обжариваем естественно поперчить посолить естественно и легким движением руки начинаем помешивать что-то как-то у меня тушеночки то не очень то и много вы смотрите что я делаю с тушенкой надо было две взять или поменьше посуду сейчас возьму которая буду окончательно как же она пахнет слушайте какая вкусная ну сам не самую дешевую взял поэтому мяса много в общем вот так размельчаю а вообще конечно я думаю что наверное это не велосипед я изобретаю и что наверняка кто-то такого додумался не только мама Шуры Светлана ее зовут но наверное кто-то из вас но это не точно вот так вот я размельчил лучок он начинает шклочить так лучок у нас уже зажарился сюда мы отправляем тушенку приготовил уже доширак чайник кипячу чтобы залить чтобы заваривалось и даже не знаю получится ли у меня это блюдо или не получится но по большому счету испортить сложновато но я могу я ничего не помню не помню последовательность выкладывания вот в эту форму вообще не помню ну ладно будем экспериментировать заливаем доширак боже как я давно это не делал а один и второй насколько я помню нужно прикрыть крышечкой чтобы она заварилась а это у меня тут бурлита бульон целый пока у нас запаривается я уже выключил вода еще пусть немножечко по это я сюда добавлю зелень а часть зелени пойдет уже сверху когда все приготовится я придумал как я буду делать я буду ладно сейчас пока не буду рассказывать подождите надо сюда добавить чесночку воооо это вообще будет бомба смотрите какая смесь получается красивая вот прям взял чуть-чуть и выдавлю прямо сюда и еще чуть-чуть и он сейчас здесь дойдет это тоже можно все оттуда выковырить что-то я стал чеснок так любить это пугает уж не заболеем зато ой какой запах сразу боже ты мой все вот то что нужно красота слушайте что-то я смотрю по количеству всех продуктов и вот эта будет большая ой наверно вот это будет то что нужно а если останется замкнутый круг какой-то о боже ну такая прошла огонь и воду медные трубы и революцию наверно в ней сделаю нет вы знаете все таки я возьму вот такую она глубокая что здесь два тоширака и вот эта смесь и помидоры нормально смотрите первый слой выкладываем сюда лапшу вот то что нужно вот прям вы смотрите один слой у нас готов второй слой у нас вот эта вот смесь волшебная вот так вот положу вот так вот положу берем дальше лапшу другую сливаем оставшуюся воду потому что она будет лишняя и вываливаем ее сюда же что-то намудрил меня помой так смотрите так смотрите ну на самом деле немножечко порядку не помешали теперь слой помидоров которых у меня почему-то тоже очень много ну ничего ну что красиво получается вам хочу сказать посмотрите какая красота ну да по большому счету я вот знаете что вспомнить не могу были бы сейчас прямо в эфире или нет сыр прямо сейчас и в духовку запекать да тут на самом деле готовиться нечему оно все готово чуть-чуть помидоры чтобы все готово это чтобы просто это запеклось хорошенечко вот с сыром а сверху зеленушки бросим и завтра в школу не пойдем ой хорошо что я не взял большую а посмотрите как все влезло кстати вы оценили мой новый новую заставку и концовку саундтрек которому песня тут тут это ерлан казбаев очень близкий друг и димаша и ерлана и джордан тоже он и певец и аранжировщик и сам продюсер вот так вот а вы думали что не просто так все ребят отправляем это все дело в духовочку сейчас покажу ну вот такое получилось блюдо ну оно немножко странно но оно не может быть невкусным Тош ты что там побираешься духовочку как всегда 180 градусов не знаю даже на сколько наверное максимум 30 минут что тут готовится то нечему готовится сыр как буду смотреть по сыру как вот запечется так и все пока запекается еще хотел рассказать на самом деле вот это про которого я парня говорил Максима из Екатеринбурга со здоровьем проблема мы на самом деле с ним когда созванивались я пытался записать наш разговор запись экрана я его записал но звука не было хотел сюда на youtube тоже выложить но он мне сейчас пока вот мы сейчас готовили готовили он мне прислал небольшое видео немножко о себе и поэтому я его в конце обязательно ставлю и оставлю его инстаграм и все реквизиты если есть возможность давайте поможем хоть как-то чем-то нибудь все запекается нас ждем слушайте ну он наверное уже готов опять какой-то штраф мне пришел я пошел смотрите я придумал название доширак для богатых либо лазанья для бедных как вам такое название потому что ну что почти похоже на лазанью мясо есть паста есть сыр есть все короче мне кажется она уже готова наверное будем доставать минут двадцать двадцать пять прошло сыр уже запекся главное не уронить все время боюсь так уронить ооо красота какая боже ты мой прям корочка вот то что нужно все гениально боже мой а какой я молодец а как скажет хизри хвалите сами себя источник забывается мнение остается не прибавить не убавить пусть чуть остынет и попробуем вместе тогда что я вам хочу сказать что это получилось нереально красиво во первых тоже ну ты что пришел тоже тебе такое нельзя я сейчас буду это пробовать конечно но это так пахнет посмотри какое оно запеклось все и сыр и тут и все и не знают прям с ума сойти подождите давай я вас поставлю так чтобы тоже вы видели это вкуснятие ой давай выключилась камера что ж тебе такое нельзя противопоказан то что она мне третий раз выключается пробуем я не знаю каких там богатых нищих для кого это ну это просто нереально вкусно немного мукбанка простите ребят я вообще в шоке это очень вкусно посмотрите это очень вкусно посмотрите ой у меня аж нос зачесался мне кажется это полезно даже чесночок все чувствуется из зелени сыр помидорка прям все в тему ой не благодарите даже тоже да что мой мальчик давайте хоть кусочек сырку дам а то скажет что оглоед такой сидит жрет и ничего не дает тут горячая давай все взял и беги отсюда не мешай мне съемка ты только съел целую миску а паразит все ребят попробуйте реально попробуйте это прям очень крутая вещь получилась спасибо всем за просмотр сейчас вот вставлю здесь в конце видео про максима ссылочки на него на канал на канал прошел через подписывайтесь давайте поддержим всех и да будет нам за это воздастся так сказать все его всех обнял приподнял поцеловал короче все сделал теперь мой девиз на моем канале короче все сделал все до новых встреч пока пока всем приветствую меня зовут Караджинов Максим родом я с Украины города Бибальцево в данный момент живу в Екатеринбурге порядка двух лет семьей так случилось что болею с эмилитом с 2010 года коротко говоря это проблемы с костным мозгом и костной тканью из-за этого была ампутированная нога пять лет назад сейчас боюсь за правую сейчас покажу левой ноги полностью нету с вычленением тазобедренного сустава правая в таком состоянии колено у меня не сгибается уже 10 лет правая она вся кривая тут дырка от операции в Екатеринбурге тут была резекция кости вытягивание аппарата сейчас пытаюсь попасть в Курган операция стоит полмиллиона большую часть собрал порядка 100 тысяч осталось просто сил нету все если у кого будет желание поддержать каким-то образом буду только рад любая помощь нужна всем спасибо всем всего доброго и туркан и по Субтитры подогнал «Симон»